Одесса участвует в программе «Меський и громадский транспорт». Эту программу финансирует Европейский инвестиционный банк совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Программа государственная, ратифицированная финансовая угода Верховной Радой, которая позволяет финансировать этот проект. И Одесса участвует с подпроектом, субпроектом в этом проекте большом. Это обновление трамвайного подвижного состава. Год назад мы уже проводили тендер, мы уже подготовили проект, подошли в Европейский инвестиционный банк и все причастные структуры со стороны центральных органов власти. Это министерство инфраструктуры, министерство финансов. Утвердили все необходимые документы и было подтверждено для Одессы финансирование в сумме 20 миллионов евро. В прошлом году мы проводили тендер. Ни одна из компаний не смогла подготовить в соответствии с требованиями Европейского инвестиционного банка исчерпывающий пакет тендерной документации. Поэтому тендер не состоялся. Сейчас тендерная документация была переработана. И в этом году мы объявили новый тендер, который завершился 21 сентября. То есть 21 сентября было раскрытие тендерных предложений. Согласно тендерной документации на сумму 20 миллионов евро мы планировали закупить 12 многосекционных трамвайных вагонов. Соревновательный эффект был как раз в цене, соревновательный показатель. В тендере участвовало три компании. Китайская компания и две украинские компании. Это «Электрон» и «Татра-Юг». Сейчас идет оценка тендерных предложений. То есть идет проверка комплектности тендерной документации. Как только эта проверка будет завершена, уже необходимо будет приступить к подготовке так называемого отчета по проведению тендера. И если все участники, скажем так, выполнят необходимые требования, то этот отчет должен будет отправлен в Европейский инвестиционный банк. Он утвержден банком и в очередной раз, и тогда мы уже можем перейти к следующему этапу, это по ставкам. Сейчас пока идет оценка тендерных предложений, которые были получены 21 сентября. Продолжение следует...